Ах, эти непостижимые шведы! Дизайнеры, спортсмены, музыканты. Вот дизайнер. Его мысли клубятся. Он провидит в этой дымке гармонию линий, воплощает ее в неожиданных очертаниях. Потом весь вечер пьет пиво в уютном баре, общается по вкусу с девушкой или парнем, оба высоки и светловолоса. Через неделю его найдут по запаху в просторной квартире, висящего на им дизайнером разработанном крюке для люстры. А рядом ни письма, ни записки с парой изящным почерком выведенных строк. Вот спортсмен. Он бегает по утрам в парке. Впрочем, кто из шведов не бегает по утрам в парке? Тренирует мышцы, доводит до совершенства два метра, отведенные ему Господом плоти. Потом он встречается по вкусу с девушкой или парнем, вы легко представите себе ту и другого, пьет безалкогольное пиво в уютном баре, ужинает, соблюдая спортивную диету. А к вечеру зачем-то идет на пляж в одиночку, туда-то его потом и вынесет приливом. Вот музыкант. Да это и по раскраске заметно. Весь он в красно-синих нотах, гитарах, флейтах. Там, где рисунок становится абстрактным, мелодия проступает особенно явно. Вот он играет на площади, он везде не играет, чтобы потом встретиться с девушкой или парнем, такими же, как он, бритами с длинной плетеной бородкой, пить в уютном баре весь вечер пиво и виски. Потом он уносит черный футляр с инструментом в просторную квартиру, доходит до ванной, достает бритву и тут мелодия молкнет. И только от кунстрангардена доносятся легкие звуки джаза, под которые вместе со всем Вавилоном танцуют эти непостижимые шведы. Продолжение следует...